всем доброе утро сегодня 9 июня и заготовочки уже с утра начались в теплице я собрала 6 огурчиков вот три одного вида 3 2 вида не знаю может быть их и засолю я не люблю большое количество копить чуть созрели я засаливаю их мариную и сегодня я набрала иван чая буду делать чай очень полезный вот сейчас я ободрала все листики его надо просушить разложу сейчас в комнате у нас есть столик там разложу и сутки он будет вялиться далее расскажу ну вот у меня этот столик в комнате здесь у меня уже сохнет трава этот мята душица мелиса и забыл как называется ладно напишу потом на экране я измельчаю и вот так и друг дружку вставлю решеточки это от сушилочки вот она подвялится когда я потом просто в сушилку вставляю вставляю потом вот эти решеточки сушилочку и досушиваю уже сушилки так быстрее гораздо получается экономия электроэнергии здесь же у меня лежат ноготки и то есть календула их я тоже добавляю в чай вот это без вербейник вербейник забыла как называется вот это растение для меня новое поэтому я его не помню особо вот его тоже сушу и добавляю в чай вот они у меня пролежали сутки эти веточки сейчас я их вот видите что делаю обрезаю все они подвялись уже вот я никогда это не мою потому что у меня свой со своего все огорода и нигде-то не собираю ничем ничем я свой огород не обрабатываю поэтому никогда никогда не мою единственное что я делаю когда собираю травку так от трехсу чтобы всякие жучки и пучки и убежали вот они так в принципе убегают даже полежат здесь и убегают вот еще одна мне решеточка остаточки этого смородинка попалась смородину также сушу так что сейчас я вот это все подготовлю разложу на этот столик иван чай и он завтра у меня будет сохнуть а завтра я его начну дальше с ним работать чаете очень полезны то что мы всякую дрянь пьем в пакетиках пакетиков мы уже давно отказались лет пять назад я посмотрела видео о том как готовят эти пакетики я сказал нет лучше я подольше заварю обычную заварку которая продается в пачках но в пакетиках больше не буду пить вот сейчас я это стряхну и сюда разложу иван чай я стряхну сейчас мы все поставим специальная у меня такая ну что-то типа скатерочки начало послушал потом буду делать ферментацию этого чая можно сделать зеленый чай из него из иван чая можно сделать черный чай вот но знаете сколько я делаю никогда заранее я не знаю что у меня получится то есть видимо как рука ляжет вот это все зависит конечно от сушки столик мало вот ничего вот и это надо будет постоянно постоянно ворошить как сено вот это наверно отсюда убирать вот собрала рано утром поэтому он мокроватый надо было подождать пока роса уйдет что-то я не подумала об этом не долго много его надо сухим собирать ну ничего он сейчас обсохнет вот разложила столько у меня получилось этого на год хватит здесь где-то ну наверное полкило то есть листьев если не больше вот и вот этого чая хватит на год у меня даже с прошлого года еще остался иван чай дома на квартире вот поэтому особо его никто не пьет у кого-то угостить мне хватит вот прошли сутки у меня иван чай подвялился значит я его сейчас буду пропускать через мясо рубку и затем он будет ферментироваться еще сутки иван чай конечно полезным зависимости от того как посушить в зависимости от этого будет цвет либо черный либо зеленый чай иван чай растет повсеместно ему можно собирать где угодно ну конечно не возле дорог сами понимаете что за дорогу ничего полезного там не будет вместе с цветочками цветочки тоже дают своеобразный вкус прошлом году я делала чай цветочки сушила отдельно не перемалывала в этом году решила перемолоть вместе с листиками ну и вот так весь весь перекручиваем ну вот и закончила перекручивать иван чай получилась его вот такая тарелочка он получился как бы такими комочками комочками вот сейчас я его выложу на бумагу принесу бумагу растелю и он будет сохнуть до высыхания в таком прохладном месте но в комнате скорее всего на солнце сушить не надо это в тени надо делать вот и у меня еще есть мятка вот еще я вчера тоже нарвала мяты мелисы и второй вид мяты вот они тоже подвялились я сейчас тоже пропущу через мясорубку тоже заферментирую мяту я просто конечно сушу но вот в этот раз решила тоже сделать ферментацию мяты и затем займусь ягодами они уже обсохли буду заниматься ягодами перекрутила вот уже мяту мелису она более темного цвета видите какого иван чай зелененький такой милиса мяты ну вот значит пропущенная через мясорубку иван чая мята я сложила вот в мисочке сейчас их немножко утрамбую еще постоит сутки и после этого я уже буду сушить тут на одной рукой новый смысл поняли сейчас утрамбую накрою крышечкой прижму чтобы он как бы сок дал за сутки трава приобретет специфический аромат запах после этого можно будет сушить вот разложила я на бумагу вот это вот иван чай вот и он будет сохнуть тогда полного высыхания буду иногда его ворочать чтобы он не не быстрее сок в общем то вот это вот мята ну по возможности час-два буду его ворошить вот потом он высохнет я его просто уберу в баночке и вот такую часть замечательное будет на зиму копорский чай называется иван чай всем приятного чаепития а а а а Субтитры создавал DimaTorzok